Эмоции не скрывают. Зоозащитники считали дни до этого открытия. Это уникальный для региона объект, да и в России таких единицы. Приют для бездомных животных в селе Новая Нелидовка Белгородского района построен по европейским стандартам. Проект, который, во-первых, он крайне необходим, потому что сегодня в соответствии с законом федеральным, в ответственном отношении к животным, это обязательное требование и необходим для того, чтобы мы действительно сегодня относились к гуманным нашим младшим братьям. Добрый путь. Добрый путь. Мы благодарны всем, кто принимал в этом участие. Благодарны, что откликнулись власти. Власти откликнулись в начале года. После встречи с волонтерами 13 января губернатор области Евгений Савченко написал на своей официальной странице в соцсетях, что в Белгородском районе построят новый современный приют. Тогда же была создана автономная некоммерческая организация «Добрый дом». Несколько месяцев, пока инвесторы занимались проектировкой и строительством нового приюта, волонтеры создавали уют в старом, в поселке Комсомольском. Эти кадры мы снимали в июне этого года. И теперь есть с чем сравнивать. Два гектара в новой Нелидовке – это та территория свободного творчества, где создается принципиально другое отношение к бездомным животным. Животные оформляются. Дальше мы в смотровой подготавливаем животное и проходим в предоперационную, где готовим уже животное ко всем предстоящим манипуляциям. Здесь несколько зданий. В административно-лечебном корпусе готовы принимать не только безнадзорных собак и кошек. Своих питомцев на обследование могут привозить все желающие. Услуги платные. Все средства пойдут на содержание приюта. Операционные УЗИ и рентген-кабинеты здесь оснащены самым современным оборудованием. Этот рентген, он уникальный, совершенный. Позволяет делать безопасные рентген-снимки от огромных собак до самых маленьких питомцев. Также есть своя кормокухня и ответственный за подбор полноценного рациона для четвероногих. Гарантинный блок и блок длительного содержания животных. Есть кошкин дом на 50 мест, а также вольеры. Рассчитано на 100 собак. Буки утеплены. Сделаны с рекомендациями людей, которые реально занимаются животными. То есть у них открываются крышки, есть утеплителька в 3 см. Все по стандартам, чтобы животные наши не страдали и наслаждались жизнью здесь. Приют для животных сделан так, чтобы не создавать проблемы людям. Это шумоотражающие щиты. До ближайшего дома с этой стороны 350 метров. Это даже больше в два раза норматива, установленного в регионе. Плюс еще здесь посадят деревья и будет зеленый барьер. А с этой стороны до ближайшего жилого объекта километр. Что касается водоснабжения и водоотведения, здесь сделали свою скважину и свой закрытый антисептик для остоков. Все пожелания жителей новой Нелидовки администрация района учла. Все требования граждан, которыми мы встречались в том числе, общались и были письменные обращения, инвестор учел. Это очень огромное ему спасибо. И было изменения в самом проекте, удорожания, понятно, определенные. Ему очень благодарны. Мы думаем, что и мы уверены, что будет все хорошо. Созданы все необходимые условия и для персонала. Есть комнаты отдыха. Вообще приют больше напоминает социальный центр и принципиально отличается от пунктов передержки для животных, которые действуют на территории страны с советских времен. Еще из непривычного то, что приют полностью в распоряжении волонтеров. Контроль за их работой осуществляет управление ветеринарией Белгородской области. Этот приют на самом деле является одним из самых лучших на территории не только Белгородской области, но и полностью Российской Федерации. Здесь созданы полностью все условия и для будущих питомцев, которых будут привозить, для персонала, для обслуживающего персонала. Нормы требований при строительстве этого приюта были заложены не только нашей Российской Федерации, но и Евросоюза в том числе. Все нормы перевыполнены, полностью безопасность себя соблюдена, все питомцы будут находиться в полной безопасности. НКО «Добрый дом» заключает контракты на отлов животных с районами области. За одну собаку муниципалитет платит 5000 рублей. Но есть проблема, которую, кажется, никогда не разрешить. Вот пока мы тут еще не переехали, уже двоих щенков подбросили. К нам старый приют, где мы переезжаем оттуда, подбрасывают каждый день по 5-10 щенков. Ну, это катастрофа. Поэтому всех призываем, всех призываем, пожалуйста, стерилизуйте своих домашних животных, не выпускайте их на самого игру. Если нужна помощь, обращайтесь. У нас есть квота, грубо говоря, 20 собак в месяц мы будем стерилизовать по льготной стерилизации. 10 собак в месяц мы будем стерилизовать бесплатно. Еще одна проблема. Несмотря на хороший пиар и рекламу, в том числе в соцсетях, животных из приютов разбирают плохо. За несколько месяцев волонтерам «Доброго дома» удалось найти хозяев только для 20 собак. А на попечении у них сейчас уже около 100. Еще не всех успели перевезти. Люди неохотно берут дворняк, даже зная, что сердце у них чистейшей породы. Тайсон, иди ко мне. Иди. Ихал, ты не смотришь. Ой, ты мой сладенький. Для того, чтобы у бездомышей было больше шансов обрести дом, волонтеры собрали целую армию специалистов. Работает свой инструктор-дрессировщик. Также есть договоренность с правоохранительным колледжем. Будущие кинологи будут проходить здесь практику. И у всех настрой боевой. По нашей специальности это больше серьезность, потому что мы не должны умиляться. У нас больше... Воспитание собаки. Да, воспитание. Стремление к тому, чтобы твоя собака смогла работать достойно. Буду обучать владельцев собак, взявших своих питомцев из приюта, гуманным, бесконфликтным методом дрессирования. Мы хотим, чтобы это место стало популярным для наших жителей. Без волонтеров, без пожертвов мы не справимся. Пусть не финансово. Приходите, погуляйте. Поухажите за собаками. Сделайте фотографии, в конце концов. Да, да. Вы посмотрите у себя на страничке. Дайте огласку, что животные есть бездомные. И им нужен дом, и каждый может в этом помочь. Приют для собак новый, но сознание людей еще старое. Белгородские волонтеры не перестают обращаться к жителям области. Стерилизуйте своих питомцев, чтобы потом не выкидывать их приплод на улицу. Пусть этот приют никогда не будет приполненным. Пусть он лучше будет пустым. А у каждого животного будет свой хозяин. Ольга Черная, Евгений Титов. Такой день на Мире Белогорья.